Всем привет! Че там на ЧМ? 11 выпуск, 11 день. Мы все те же, Полины. Мне кажется, с каждым выпуском у тебя голос становится все тише и тише, никогда не медленнее, знаете, как человек только, который доползает уже. Мы доползаем, да. Мы пошли, мы почти доползли до 1 восьмой. Мы, это Полина Куимова, Андрей Панков, мы в Катаре. По-прежнему, по-прежнему рассказывай вам все, все о том, что с нами происходит. На чемпионате мира. Да. Мы сегодня сделали большое дело. Мы сходили в Макдональдс. Наши подписчики в Телеграм-канале очень просили сделать обзор. Так что можете зайти и заценить. Здесь мы тоже сейчас там цены, вы все увидите. В целом, ничего ничем не отличается. Но тут есть Биг Мак с грибами. И меня это удивило. А еще есть Биг Мак с курицей. Да. То есть есть интересные позиции в меню, но самое удивительное, это наличие курицы с рисом. Ты можешь заказать курицу с рисом. Рис такой желтый, я так понимаю, что он с куркумой или с кориандром. Но это вообще не свойственно ни одному, мне кажется, Макдональдсу в мире. Ну, возможно, там в каких-то других арабских странах. Но нас это удивило. А еще там продаются стаканы, лимитированные к чемпионату мира. Мы их уже разыграли в нашем Телеграм-канале. Кстати, мы до сих пор не подведем итоги. Не было возможности. Я думаю, что на тот момент, когда люди будут смотреть этот выпуск, мы уже подведем итоги. Кстати, надо попробовать будет Биг Мак с грибами, если честно. Я не рискнул в первый раз, но надо будет попробовать. В общем, можете посмотреть обзор на Макдональдс в нашем Телеграм-канале. Называется «Пива не будет». После этого мы с Андреем разошлись. Я пошла в сторону метро, чтобы доехать до стадиона на матч Франции и Туниса. И в этот момент, пока я шла до метро, я поняла, что кажется, что я сломала палец. Потому что идти мне было адски сложно. Невероятные приключения. Да. Получилось так, что ночью я писала текст, скаканула с кровати за Редбуллом и влетела прямо в косяк. И в итоге к середине дня у меня так опух палец, что мне стало очень тяжело ходить. Скорее всего, либо у меня очень сильно ушиб, что вероятнее всего. Но ковыляла я сегодня очень долго. Вы уже поняли, каким будет этот выпуск. У нас, видимо, не очень насыщенный футбольный момент получился. В Макдон сходили, пальцы ломали. Пальцы ломали, да. Уже все. Не, на самом деле футбол сегодня был. Меня очень удивил Тунис, который пытался что-то сделать. Но они даже бы... Они вышли бы даже, если бы не сумасшедшая. Да, и... Австралия, которая взяла и грохнула Данию. Но у меня на глазах я вообще в шоке был, если честно. Точнее, я предполагал, что они могут типа там 0-0 отбиться, как-то отстоять и в итоге пройти за счет того, что Тунис не выиграет у Франции. Там Франция выступила еще третий состав, то есть там отдыхали почти все, все основные. Там было 9 замен, да. Поэтому Тунис был близок к историческому достижению. Но в итоге историческое достижение установила Австралия, которая впервые за 16 лет со времен работы Гуса Хидинга еще в 2006 году вышла в плей-офф чемпионата мира. И, к сожалению, Дания, это прям огромное разочарование этого турнира. И прям какой-то прям кошмар, если честно. Потому что я предполагал, что они будут станены главным открытием, а вот они стали главным закрытием. Мы поняли, у нас уже сложилась такая тенденция, что Андрей пишет в чат какой-то прогноз, и буквально через пару минут все случается с точки зрения наоборот. Я новый черданцев. Да, новый. У нас есть свой черданцев. Так что, если вам что-то нужно, чтобы произошло, вы напишите в комментариях. Андрей это произнесет. Это так не работает. Это надо искренне. Я должен быть реально верить, понимаешь, чтобы это наоборот все случилось. Чтобы у тебя там маховик затянулся. Да. Ну, короче, Дания прям, я не знаю, что с ними случилось. Возможно, они реально сюда приехали думать о каких-то там протестах. Не в футбольных вещах и поехать домой. И в итоге вот они сделали бесцветную форму, бесцветные отыграли. Вот как бы. Вот это метафора сейчас. Да. Ну, короче, вообще. Это выдало. Кошмар. У них была не бесцветная форма, у них была траурная форма. С этим бесцветным логотипом. Нет, там чего-то там не было, короче. Вот. Их тоже не было. Они сделали траурную форму вторую. В честь своего выступления. на этом турнире. В чём ещё чёрная, да. Видимо, они просто как бы заранее похоронили. Да. Ужасный сегодня у нас юмор, конечно. Но Даня и хуже. Поверьте. Даня и хуже. Да, на уровне вот Уругвая вот это вот всё, короче, вообще не жалко их. Давай топ. Дай ему дорогу. Топ ужасных сборных. На этом турнире. Даня, Бельгия, Уругвай, Катар. Кто ещё? Уэльс. Короче, там много на самом деле наберётся разочарований прям. Получается, чемпионат мира разочарований? Получается, что так. Получается, что так. Главное, чтобы мы с тобой не разочаровались и люди нас не разочаровали. Да, но зато потом мы с полей наконец-то сходили. Синхронизировались. Да, на один матч вдвоём. Да, мы сходили на Аргентину-Польшу и Андрей остался сидеть на медиа-трибуне, я ушла к фанатам. И честно скажу, это было невероятно, потому что когда Месси не забил пенальти, я думала, что мужчина, который сидел вот прям по правую руку от меня, он снесёт это кресло. Причём не только своё, на котором он сидел, но ещё и то кресло, которое стояло перед ним, потому что он его с такой злостью пинал. Он с такой злостью вот так вот раскачивал. Просто там у него аж жилы просто по всему лицу. Его отец его успокаивает, а там он не мог успокоиться, мне кажется, ещё минут 10 его не отпускало. Его отпустило только тогда, когда Аргентина забила, и то потом он начал переживать, что нужно ещё забивать. не, Аргентина красавчики. Очень классный матч, очень такой. Я думал, я очень думал, что их затрясёт, скорее всего, потому что им нужно было обязательно побеждать, чтобы выходить. Аргентина в таких ситуациях не всегда раньше хорошо себя показывала, а здесь без вариантов. Но здесь, конечно, нужно сказать, что и Польша просто отвратить. Вот, кстати, Ещё одна, да? Я разочараю, хоть они и вышли в плей-офф, но по игре... Абсолютно и заслуженно. Хотя, конечно, нельзя так на чемпионате мира говорить, заслужил или не заслужил. Если ты там оказался, то, опять же, мы приходим к тому, что... Что ты, как бы, да. Но Польша просто по игре с тем составом, который у них есть, это отвратительная сборная. Вот, извините, пожалуйста, не знаю, если кто-то болеет за Польшу, там никаких там предвзятных отношений, но ужасная сборная на этом чемпионате мира вообще не умеет атаковать, вообще не умеет играть в футбол. Они сегодня сначала вышли оборонять 0-0, потом они обороняли 0-1, а потом они обороняли 0-2, пытаясь не получить лишних желтых карточек, боясь идти встык, потому что если бы все вот так вот закончилось, то пришлось бы считать желтые карточки между Мексикой и Польшей. А если бы они сравнялись, то пришлось бы монетку бросать. Да, потому что все остальные показатели были бы идентичными, но в итоге Мексика не забила третий гол, который им был нужен на Часовду с Каравией, и в итоге вылетела по разнице мячей. Вот, поэтому у Мексики не хватило буквально одного гола, чтобы обойти Польшу, и в итоге они едут домой, а Польша идет плей-офф на Францию, где, скорее всего, получат пятерочку, ну ладно, пятерку, это через четвертую, троечку получат точно. И заслуженно поедет домой. Ну, теперь вы поняли, да, что Франция, кажется, не пройдет дальше. Слушай, ну тут даже моя магия, я думаю, боюсь здесь сильно. Мне кажется, что твоя магия последние дни показывает, что она, кажется, всесильная. Просто все, что ты писал в чат, все происходит с точностью наоборот. Андрей, можешь сказать мне, что я буду бедный, пожалуйста? Это так не работает, я же говорил. Нет, нет, можно мне мужа богатого, пожалуйста? Скажи, у тебя никогда не будет богатого мужа, давай. Поль, у тебя никогда не будет богатого мужа. Спасибо, я надеюсь, что через пару дней у меня появится тут какой-нибудь на Private Jate, там, я не знаю. Вот так вот. Мне кажется, Private Jate скоро появится в сборной Польши, чтобы она полетела после 1-8-го. Этот Private Jate точно появится. Короче, вот так вот. Остаются у нас еще два игровых дня, если я не ошибаюсь. Завтра будет разборка стариков между Хорватией и Бельгией, точнее уже сегодня, когда вы смотрите этот выпуск, они будут решать, кто поедет домой, а кто нет, кто еще здесь посыпет песочком, так сказать, в катере. Господи, вот это у тебя, конечно. У меня сегодня я метафоры выдаю одно за одно. Что метафоры, что юмор сегодня, просто вот искрится, искрометно получается. Простите, пожалуйста, что вам проходит с отсутствием. Вот. А потом еще, кто у нас там, Германия, Испания, в параллельных матчах будут решать, кто займет первое место, кто займет второе. Вообще, Германия может вылететь, так что, кто его знает. Так что, оставайтесь с нами, мы вам про это расскажем, мы что-нибудь еще разыграем помимо стаканов лимитных, а то что-то одни стаканы разыграем. Надо сменять тратегию, мне кажется. В общем, оставайтесь с нами. Спасибо вам большое, что смотрите. В следующий раз мы пошутим скучнее. Да, обещаем. А сборная, надеюсь, поддержит нас и будут играть поярче. Так что, всего доброго. Пока-пока.